Поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах. В молодежном центре Шатлык прошел творческий вечер. Белая трость шагает по стране. Трость – символ незрячего человека. Всего в Автограде проживает 600 челнинцев с нарушением зрения. На концерте выступили 12 юных артистов. Самые интересные моменты попали в объектив нашей телекамеры. Елизавета Патракова поет, играет на гитаре и фортепиано, сочиняет стихи, пишет к ним музыку. Перед выступлением репетировала целый месяц. На сцене практически не волновалась, признается девушка. Я сегодня буду играть и петь на фортепиано песню Игоря Скляра. Мы купили пианино. Под гитару петь песню «Аллилуйя» из Шрека. И с Данилом Сверновым, который сейчас играет, песню петь тоже под фортепиано. Мы начиняем песни линка, и дадим мы с небом говоря. Концертную программу открыли малыши из детского сада номер 48. После со своим танцем выступили ученики начальной школы. Знаю с любовью, ты без голови. Все участники мероприятия готовились к концерту на протяжении нескольких недель. Многие волновались. Я сегодня рассказываю стих Ольге Масловой. Я его в детстве рассказывал, когда был маленький. А сейчас просто решил вспомнить, потому что я этот стих рассказывал и получил первое место. Пришли волонтеры-медики, волонтеры помогать ребятам. Также мы им помогаем с техническим сопровождением и по организационным моментам. День Белой Трости – символ незрячего человека, либо символ слабовидящего человека, который обращает на себя внимание, привлекает внимание с целью показания ему содействия, помощи в его проблемах, в его нуждах. И, соответственно, в этот день мы открываем месячник Белой Трости. Месячник Белой Трости завершится 13 ноября в Международный день слепых. Яна Вальдю, Тимур Сафронов. Новости Набережные Чулны. Новости Набережные Чулны. Новости Набережные Чулны.